На выставку заводчики собак готовятся как на светский раут. Тут кроме внешности важны психологическая и физическая подготовка питомца. Хозяйка Тима и Рика, чемпиона в шелти, рассказывает. Обязательно делаем зарядку. Да, Тима? Тима, зайчики. Молодец, зайчики. Вот умница. Это зарядка? Да, это зарядка, каждодневная, утренняя. Выставку организовал один из немногих сохранившихся клубов любителей животных «Люком», которому 10 лет. Выживать становится все сложнее. Многие сейчас предпочитают брать собак в мешке, приобретая у сомнительных заводчиков вместе с другом массу проблем. По словам экспертов, исчезает и сама культура, содержание и воспитание питомцев. На курсы дрессировки приходит все меньше собаководов. Собаки – это стайные. И лидерство. Есть вожак стаи, а есть, значит, кто слушает вожака стаи. Если она не будет воспитана и не будет по отношению к собаке какого-то надлежащего воспитания, она просто возьмет верх над вами. На выставке и породы бестселлеры и весьма редкие. Вот, например, фараонова собака – единственная в мире, способная покраснеть. Если ей стыдно, у нее краснеют уши. Кончик носа красный становится красным. По мифам. Это вот именно та собака, с которой рисовали голову Анубису. Кто-то выступает самостоятельно, а кому-то нужен хендлер – человек, который ведет собаку в ринге. Даша, самая юная из хендлеров, считает, самое сложное – научиться мыслить по собачьи. Понять ее, чтобы она не боялась, чтобы она ослушалась. Сама не боишься? Нет. Первое, на что смотрят судьи – это экстерьер животного, внешние стандарты породы, второе – поведение. Сейчас немаловажное имеет значение поведение, социализация собаки, поскольку собаки все живут в больших городах и должны быть, в первую очередь, безопасными для людей. Многочасовое напряжение позади. На ринге четвероногая элита разных пород. Собаки, уже получившие титул чемпионов. Одни получили титулы, другие – удовольствия. Ведь самая большая награда для любого пса – это хозяйская любовь.